МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...следить все информационные потоки, которые были, начиная с 6 утра до позднего вечера. И, должен сказать, все засветились в полном объеме. Вначале без конца показывали, немедленно надо разогнать Думу и досрочные выборы назначить. Потом, когда президент выступил, стали те же самые лица говорить прямо противоположное. Хинштейн не слазил со всех экраном, говоря о том, что КПРФ во всем виноват. КПРФ не боится никаких выборов. Мы лучше других к ним подготовлены. В этом году уже те выборы, которые запланированы, пройдут все эти регионы, в том числе и 15 губернаторов. Мы к ним готовы, в том числе и к Думским. Но речь шла совсем не о выборах. Я задал вопрос на встречу президента еще 20 декабря. Что будем делать дальше? Если мы потеряем 2020 год, это означает, что уже ваша программа 2020 провалилась. Ваши 11 указов полностью тоже провалились. Ваше правительство не справляется и с последним посланием, потому что мы в три раза имеем темпы ниже мировых. И мы не в состоянии побороть и бедность, и все, что связано с вымиранием страны. Или мы 2020 год максимально используем для рывка вперед, или вам не с чем будет проводить транзит власти. Кстати, президент не только задумался. Я свою записку написал всем губернаторам и членам Совбеза о том, что у нас остался последний год для мирного выхода страны из кризиса. Вчера попытались те, кто готовил российский Майдан, взять реванш. Еще раз всем повторяю, проводить две крупные политические кампании за пять месяцев невозможно. То, что предлагали вчера некоторые, это означало в апреле или мае проводить голосование по Конституции, а в сентябре 87 выборных кампаний, включая море губернаторов, местных, все превратить в полную свалку. Это означает, что партия власти не хочет не отчитываться, не хочет не выправлять ситуацию, и все гонит к тому, чтобы вывались люди на улицу. Почему? Потому что честно провести они выборы не могут. Они не приняли ни одной нашей поправки по исправлению. Они не приняли наши поправки в Конституцию, которая позволяет изменить финансово-экономический курс и направить его в созидательное русло. Они не захотели распределять недра между гражданами страны, а по-прежнему все это захватил олигархат. И в результате им придется выдавливать результат и по Конституции, и на выборах в сентябре месяце. А в результате будет полная халтура и грязь, которую граждане терпеть не захотят. Уже разослали ретивые администраторы. В регионы 70 явка, 70 должны проголосовать, так, как делали в прошлый раз на президентских выборах. Все это гонит страну на улицу, сгоняет всех недовольных, а сегодня недовольны практически все социальные злои, и может взорвать страну на фоне падающего рубля, на фоне резкого роста цен. То, что день назад случилось, вылезет в течение месяца, повышение цен на 15, 20, 30 процентов, в силу того, что 90 процентов товаров иностранного производства, и за доллары и евро их придется покупать гораздо дороже. Поэтому вчера наши партии и фракции уберегли страну от большой беды. Мы продолжим реализовывать свою политику. Мы не поддерживали обнуление сроков. Мы поддержали те поправки, которые усиливают государственную и социальную справедливость, возрешают труд, облагораживают семью, поддерживают детей и стариков. Мы все сделаем для того, чтобы срочно принять закон о законодательном конституционном собрании, и все сделаем, чтобы наши 15 поправок были реализованы или в текущих законах, или в новых поправках. Это наше программное требование, и оно будет успешно выполняться. Уверяю вас, граждане страны нас услышат, что бы ни делали, как бы ни врали и как бы ни перекрывали. Я обращаюсь к программе «Вести 24». Кто у вас здесь камера? Вы создали интересный канал, который приятно с утра смотреть и слушать. Но вчера вас втащили грязные администраторы из Кремля, абсолютно омерзительную компанию. Вы даже показ непосредственно заседания Думы сидели и нарезали, нарезали те бублики, которые выгодны тем, кто вам отдал такой приказ. Это делали точно так же, когда мочили Левченко и Иркутскую область. Точно так же, когда поганили и продолжают поганить все, что делает в Хакасии нас губернатор Коновалов. Я считаю это недостойно ни журналистики, ни государственного канала. Я потребую сегодня расследования этой операции, которая ничего общего не имеет ни с стабильностью, ни с Конституцией, ни с предстоящими выбранными кампаниями. Мы в субботу в Орле проводим крупный международный форум по выводу страны из кризиса. Наша команда подготовила интересную программу. В этом форуме примут участие крупнейшие ученые, специалисты, промышленники и предприниматели. Приглашаем вас внимательно изучить и посмотреть эти материалы и достойно осветить их. 17 марта мы даем общероссийскую кампанию, направленную на подготовку 75-й годовщины Великой Победы. Стартует марш «Дорога отцов победителей» в Севастополе, пройдет по 123 городам и завершится накануне победы непосредственно в Москве. Мы приглашаем освещать эту акцию, потому что ее поддержали все страны СНГ, поддержала Европа, Китай, Корею, Вьетнам, поддержали наши друзья на всей планете. 21 марта у нас будет пленум идейной наследия Ленина. Я считаю, что это будет очень интересное заседание, потому что социализм сегодня стучится во все двери, даже в том числе и американский. Сам факт, что Берни Сандерс победил Трампа и, вернее, победил его оппонентов непосредственно в Калифорнии, в богатейшем штате, говорит об очень многом. Ну и впереди целый ряд очень важных юбилейных мероприятий. Надеюсь, что вы там будете нашими добрыми и желанными гостями. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин